Все мое почтение, друзья. И вот на днях министр обороны Украины Резников заявил, что наступление России и Беларуси не будет раньше, чем февраль 2023 года. Вы вдумайтесь в эти слова. Не будет раньше, чем февраль 2023 года. Сам министр обороны Украины не исключает масштабного наступления, я так думаю подразумевается наступление на столицу Украины Киев, а мне тут и под другими видео у других блогеров пишут, мол Путин выдохся и тому подобное. Сам министр обороны заявил, что нужно ждать и возможно ожидается наступление с февраля 2023 года. При этом он заявил, что население и народ Украины оповестят о возможной опасности. Вы вдумайтесь. Если на таком уровне министр обороны не стесняется высказывать возможность того, что наступление будет, но не раньше, чем февраль 2023 года, нам ли простым людям не думать о своей безопасности и в той или иной мере подготавливаться к возможным опасностям? Начиная, грубо говоря, с того, что делать какие-то минимальные запасы еды, минимальные запасы возможности заряжать телефоны, другую аппаратуру, то есть покупать пауэрбанки и многое-многое другое, которое нам дает возможность до февраля месяца еще подготовиться. Грубо говоря, в самом лучшем и минимальном случае это два месяца у нас есть. Я лично вот этим всем комментаторам, которые пишут в комментариях, не таким людям, которые высказывают, таким людям, как я, которые высказывают возможность того, что Россия будет снова наступать на Киев или на западные области Украины. Они пишут, мол, не разгоняйте панику, не сей панику и тому подобное. Пишите свои комментарии министру обороны Украины Резнитову. По-вашему, он тоже разгоняет панику? Говорить о возможности и говорить о том, что мы должны быть готовы и хотя бы минимально как-то подготовиться, а не так было это в феврале 2023 года, когда весь народ был фактически врасплох взят этими всеми событиями. Я лично считаю, что преступления делают те, кто пытается усыпить и понизить бдительность людей вот такими вот комментариями, не сей панику и тому подобное. Пишите в Министерство обороны Украины, которое видит, что наступление может повториться. До новых встреч, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, выставьте свое мнение в комментариях.